Вместе мы сможем больше. Под таким девизом в окружной столице прошел круглый стол, посвященный проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья и мерам соцподдержки этой категории граждан. Мероприятие приурочили к празднованию Международного дня инвалидов. Тему продолжит Ирина Никишина. О том, сколько человек с ограниченными возможностями здоровья проживает в нашем регионе, какие проблемы их волнуют, знает Надежда Ковалевская. Многие годы она возглавляет Неницкую окружную организацию Всероссийского общества инвалидов. О деятельности организации не буду говорить. Все знают. И здесь присутствуют члены правления, активные мои помощники, которые действительно мне помогают в работе, потому что одна я бы ничего этого не сделала, то, что у нас делается в нашей организации. Одно из направлений работы Неницкая окружная организация Всероссийского общества инвалидов – защита прав и законных интересов людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому сегодняшний круглый стол проходит с участием представителей профильных ведомств. Исполняющая обязанности руководителя Департамента здравоохранения, труда и соцзащиты населения Светлана Канева рассказала о существующих в регионе мерах соцподдержки инвалидов, а также дала ряд разъяснений. Очень часто возникают проблемы. Получил инвалидность, забрали тысячу как ветерана труда. Очень много, наверное, к вам обращаются. Я хочу пояснить, почему так происходит. Ежемесячная денежная выплата, которая выплачивается по инвалидности, которая включает в себя пакет социальных услуг, набор социальных услуг, так называемый НСУ, куда входит санаторный курорт на лечение, лекарственное, и предоставляется через пенсионный фонд. Это была так называемая монетизация льгот. То есть льготы, которые когда-то были в натуральной форме, это там проезд бесплатный в автобусе, установка телефона, зубопротезирование и прочее, в натуральном виде льготы были отменены и заменены денежной формой. Когда человеку назначается ежемесячная денежная выплата, если он будет получать по обеим категориям, это будет задвоение льгот. В ходе обсуждения мер социальной поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья в регионе Надежда Ковалевская обратила внимание на необходимость включения в программу зубопротезирования молодых инвалидов. На встрече с губернатором, с Александром Витальевичем, мы уже этот вопрос поднимали. И он согласен, чтобы эта мера поддержки была. Это же молодые инвалиды, им очень нужно, потому что третья группа инвалидности, кто-то даже работает, зарплата небольшая, а кто-то и не работает. И молодые инвалиды, которые до 60 лет, они не имеют этой возможности. Мы не говорим, что сейчас все 3000 инвалидов там побегут вставлять зубы, но хотя бы какую-то сумму, как Александр Витальевич предложил, хотя бы 5 миллионов на год закладывать в бюджет, это возможно. Мы хотим, чтобы вы обратили на это внимание. По словам Надежды Ковалевской, этот вопрос остается нерешенным на протяжении 10 лет. И вот, наконец, их услышали. По поручению губернатора данная мера социальной поддержки внесена в качестве проектов в государственную программу социальная поддержка граждан. Она сейчас находится на заключении в департаменте финансов. По сумме точно не скажу, по-моему, там чуть больше 5 миллионов на год заложено. В общем, на 270 человек в год пока первое. Предусмотрены молодые инвалиды все до того возраста, которые предусмотрены по старшему поколению от 0 до, женщины 55, мужчины 60. Пока мы заложили как в программе старшее поколение для неработающих инвалидов молодого возраста. Еще один вопрос, касающийся мер соцподдержки, выплаты ко дню инвалидов. Раньше ее размер для взрослых составлял 10 тысяч рублей, теперь вдвое меньше. Но выплата эта нужна, говорит Надежда Евгеньевна. Очень много обращений от инвалидов поступает. И не только нашей организации, но и вообще инвалидов округа. Хотя нам объяснили, что это вроде как 5 тысяч вам подарок и достаточно. Но я не думаю, что эти 5 тысяч инвалиды сейчас получат и пойдут покупать там себе косметику или что-то. Это все идет на их лечение. По словам представителей окружного профильного департамента, пока размер выплаты сохранится на прежнем уровне. 5 тысяч рублей для взрослых и 10 тысяч рублей для детей инвалидов. И еще один вопрос. Значит, у нас есть в округе такие инвалиды, которые здесь родились, но не имеют стажа по причине своего заболевания. И они не получают компенсацию дню пожилого человека. Как можно решить вопрос? У нас тоже на каждой встрече звучит эта тема. Может быть, что-то сделать, чтобы они имеющие оседлость более 20 лет. Они местные люди, но они не получают дню пожилого человека 5 тысяч, потому что у них стажа не хватает. Это единицы ведь таких, но почему-то они у нас оказались... По словам депутата окружного собрания Анны Булатовой, этот вопрос готовится к рассмотрению. Будем рассматривать этот вопрос для того, чтобы внести на 2019 год поправки в закон. Как раз я запросила информацию у Светланы Юрьевны, у департамента здравоохранения, чтобы видеть наглядно, точно рассмотреть, рассчитать все, какие изменения, какие будут в дальнейшем возможности для рассмотрения финансовой составляющей этих поправок. На круглом столе обсуждали и другие проблемы. Люди с ограниченными возможностями здоровья могли задать интересующие их вопросы, которые обещали рассмотреть в частном порядке. Ирина Никишина, Леонид Шишелов, Телеканал Север.